Музыка При этом призовых мест всего 27 и за 27 место игрок получит 4700 долларов Сегодня играется 6 уровней по 75 минут и все столы проходят в формате 8 макс Вот такая вот вводная информация, а мы с Костей пойдем и раздобудем для вас что-нибудь интересного Музыка С нами Антон Макеевский, финалист главного турнира мировой серии покера в Лас-Вегасе И Антон любезно согласился побеседовать, хотя наверное он уже устал это делать Но мы будем не о Лас-Вегасе Антон, привет! Как вот для тебя вот сейчас складывается турнир, нынешняя Одесса И что ты успел сделать после приезда из Лас-Вегаса? Успел отметить раз в 6 Одесса мне очень нравится, очень классный, очень позитивный город Вообще, я в Одессе никогда летом не отдыхал И сейчас мне как бы очень, ну я не знаю, он меня прям открыл для себя Одессу Турнир, ну как всегда складывается очень хорошо Главное, когда я делаю то, что надо, все хорошо Но вот когда делаю не то, что надо, все плохо Ну как бы все по-честному Кстати, хочется отметить, первый день, когда я приехал в Одессу Мы пришли на концерт Зверей Первое, что я узнал при ходе, это то, что Антон Макеевский в клубе Я думаю, ну раз уж Антон Макеевский в клубе, я пойду поздороваюсь Да, там мы и познакомимся, собственно, с Антоном Скажи, а вот не скучно сейчас в покер вообще играть После такого протяженного турнира в Вегасе? Вообще не скучно Многие говорят, как там мотивация, там все дела Там не очень даже интересно И что, мотивация? Первое место 120 тысяч долларов Это не деньги, что ли? Ну типа, блин Конечно, очень интересно и вообще как бы Я всегда от покера удовольствия получал Знаешь, что мне интересно было спросить? На тебе была куртка Леши Ковальчука Во время последних дней, да, в Вегасе? Мне интересно, эта куртка сейчас у тебя Или планируешь ты в ней дальше играть? Куртка, да, у меня, не с собой, но у меня Я ее берегу Не надо тратить масть на такую мелочкой Ну типа, планирую, да, я просто боюсь Карму подпортить и снять куртку Поэтому, наверное, буду в ней играть Хоть она у меня маленькая, но я буду терпеть Леша купил себе уже новую куртку? Я не думаю, что он позволит ее Ну типа, он точно заберет ее После ноября, я в этом уверен Уж слишком она мастевая Вы уже подумали, кто-нибудь из своих друзей Поедет с тобой в Лас-Вегас в ноябре? Очень-очень много кто хочет Очень много кто подает документы на визы Но тут надо смотреть Как визу дадут, поедут очень много людей Много дольщиков моих собирается ехать И я бы хотел видеть солидную группу поддержки До ноября, как планируешь свое время распределить? Больше играть, меньше отдыхать Или наоборот, онлайн, офлайн Что такое? Ну, офлайн Онлайн тоже, наверное, буду играть под настроение Но не особого желания нет Ну, может, по воскресеньям А офлайн, я сейчас еду на ИПТ Барселона Ну, наверняка Если визу опять же дадут 15-го числа Дальше, как бы, друзья, меня зовут дальше ехать Там, там, куда-то, там, Новогорица, там, Ницца Там, еще что-то такое А я не знаю По настроению Как бы будет настроение, я поеду Не будет настроение, я поеду домой спать Мне сейчас хочется немного отдохнуть И вообще просто спать дома И все, ничего не делать Ну, посмотрим, как удастся По настроению, как бы Еще мы планируем сделать большое отдельное интервью с Антоном И поговорить уже более так обстоятельно Спокойно, никуда не торопясь Тогда в какой-нибудь кафешке Как ты считаешь? Я считаю, это будет супер И с удовольствием его дам Поэтому можете предлагать свои вопросы И задавать свои вопросы Антону в комментариях И мы с удовольствием их передадим И Антон, надеюсь, сможет ответить Антон, спасибо большое, что побеседовал с нами Удачи тебе в турнире И увидимся Спасибо, спасибо Вот только что мы видели Как так называемая агрессивная молодежь Покидает Crazy Event Суть этого турнира такая Что из бои на 600 долларов 400 долларов уходит за награду Вернее, в награду за выбитого игрока То есть, если ты выбиваешь игрока Получаешь сразу за него 400 долларов Буквально два баунти И турнир играется в плюс И только что турнир покинул Кирилл Родионов Известный как Морон С нами Алексей Ермолов Леш, привет Расскажи, где ты сейчас находишься В каком турнире И в каком ты состоянии В плане отдыха в Одессе Состояние здесь всегда тяжелое Можно сказать, критическое Вот Вчера я удачно вылетел из Мэйна Чтобы сегодня Crazy Event как раз играть Такой план был изначально Зачем нам эти какие-то ненужные деньги Эмоции важнее Вот Удачно вылетел И сейчас уже два нокаута набил В первом перерыв Кого ты известного выбил или... Нет У меня совсем неизвестные игроки Даже Илюшану, наверное, неизвестные игроки Ну если Илюшану неизвестные То совсем Совсем-совсем Из-под полы не вылезли Теперь это Анатолий Команданте Винтяра Шварц Не боишься, кстати, что прицепятся к тебе Команданте Винтяра? Нет, не очень Все Кратко, сестра таланта, друзья мои Толь, ну как дела вообще в Одессе Ты в хорошем настроении, я вижу Но играешь как Crazy, да? Ну я всегда в хорошем настроении Всегда играю немножко Crazy Вот Вчера я очень хорошо поиграл Мейн-Ивент Ну то есть играл в основном хорошо А вот последняя раздача, в которой вылетел Она была нехорошая Но я ее не буду рассказывать Ее уже писали в трансляции Мне не понравилось, как я там сыграл Ну а так, в целом, своим уровнем игры я доволен Я на очень сложном столе Как бы демонстрировал хорошую игру И в общем, этому я рад До какого времени ты в Одессе? И что еще успеешь планировать сделать, кроме как поиграть? Я в Одессе до 15-го Сегодня играю Crazy Grand У меня пока не очень много фишек Но это совершенно не значит, что я его не выиграю Вот Потом, ну, надеюсь еще один-два раза попасть на море Я пока только полтора раза был на море Заходил у него полтора раза Вот Ну, отдохнуть, поваляться Хорошо провести время Попасть на вечеринку РПТ Сделать еще раз свою хашламу В общем, достаточно стандартная, приятная программа Вот, кстати, да Если выигрыш турнир закатим классную вечеринку А мы в любом случае закатим классную вечеринку Нам для этого не нужно выигрывать турниры, действительно Приезжайте Мы с Костей прогуливались по залу И внезапно меня начало клонить вправо Я посмотрел и видел Тоню И просто не смог удержаться Тоня, привет! Сколько мы с тобой не виделись? С июня, кажется, да? Да, мы не виделись месяц Ну и что у тебя произошло за это время? И что тут интересного произошло? Честно, мне уже Одесса надоело Я уже хочу в Киев просто Ну, я живу постоянно в Киеве Думала, о, классно, поеду в Одессу, отдохну Но на море я уже не хочу Последний раз я уже не помню, когда я была на море Но особо так, как бы, ну, и не хочется Работа, работа и только работа А вы помните в прошлом репортаже, когда мы с Тоней беседовали Она говорила, что, наоборот, хочет на море, хочет отдохнуть Получилось, что Тоня приехала в Одессу и не хочет на море Как это так вообще? Все, хватит, море хватит Я уже хочу осень и желтые листья Очень-очень романтичные А вот что-нибудь во время игры интересного происходило? Там, из игроками, там, что-нибудь еще? Да, вчера был очень такой интересный случай Меня чуть на одном кэшевом столе, в общем, один человек, так сказать, ну, не побил Ну, в общем, была интересная такая раздача Флоп 9-4-4, у него было две девятки Он поставил лаулы, но там немного было денег Человек долго думал, сделал кол Терн пять, ривер пять, у человека две пятерки И этот оказался игрок очень такой агрессивный Взял карты, кинул их в меня Одна вот так вот у меня прям в волосах застряла Кстати, ты же знаешь, да, что этого игрока взяли и сразу вывели из зала, да, немедленно Потому что такое поведение не приветствуется на РПТ Ну, мы, впрочем, уже вам, конечно же, об этом говорили Между прочим, это оказался игрок достаточно известный То есть, да, не покерный игрок, а известный спортсмен Видим, ну, мы не будем оглашать, да, до конца, откуда, да Ну, вот, известный футболист порой позволяет себе агрессию в адрес девушки В общем, Тоня, спасибо тебе большое, и мы пойдем дальше тогда С нами Александр Довженко, и мы хотим поговорить не о покере, а о виндсерфинге Наверное, не каждый знает, что Александр не только прекрасный игрок в покер, но еще достаточно давно ходит на виндсерфинге, да? И вот-вот, у меня даже лично для меня пару советов Вот, с чего начинать, на что обращать внимание при ходьбе на виндсерфинге? Ну, надо просто поехать и взять хорошие уроки Например, в Египте, в Дахабе Я начинал кататься, нам повезло, когда учился в институте У нас в спортивном лагере были виндсерфинги Старые-старые еще, это было больше 20 лет назад И вот так начали Там научился, а потом стали ездить специально отдыхать Только в те места, где есть виндсерфинг Иначе уже отдых просто не интересен И ездили кататься на длительное время То есть приезжаем целый, ну, одно из лучших времен жизни Ты живешь месяц у моря Там вечером, если есть время, играешь в интернете А целый день катаешься на досках Берем арбузы, дыни Покатались, покушали фрукты Опять покатались и так целый день Ну, это непередаваемое ощущение, действительно Когда вот идешь по волнам и управляешь парусом Он трещит от ветра, ну, это очень сильно Я думаю, это может сравниться действительно с покерными эмоциями У нас недавно на доску еще встал Иван Демидов Вот, буквально в своем прошлом отдыхе Да, отлично То есть потом можно ездить целой компанией Вот мы так и делали Мы приезжаем четвером, например И месяц катаемся Приезжайте в лагерь, да, так же Мы тоже так жили Где-то в месяц, прям на песку, в палатках С утра встаешь и там по волнам В общем, спасибо вам большое за такой рассказ Приезжайте, катайтесь на виндсерфинге Это очень классное удовольствие Мы вот здесь разболтались с Димой Башенятовым И Костик подбежал, чтобы все это зафиксировать Это вот Дима Кстати, Дим, я буквально вчера смотрел видео с тобой из Лас-Вегаса А сейчас ты уже здесь Вот такое моментальное перемещение, прям перед моими глазами Дим, ну как? Как выигрались фишки? Как вообще и Одесса проходит? Как давно ты приехал из Лас-Вегаса? Какие планы? Куча вопросов Первый день я закончил вообще 44 тысячи Это средний стэк Вот, и буквально как-то, не знаю За несколько часов набил стэк Там порядка 150 А потом сыграл пару таких крупных раздач И сейчас у меня 280 Но это где-то два средних И 49 человек осталось Но я думаю, что нормально Поборемся Под крупными раздачами Дима понимает сеты в 3-бет-потах Сколько ты сегодня сетов поймал? Не, я на самом деле поймал один сет всего Ну, против Уругвала, по-моему Уругвай? Да, Уругвай Ну, вот, и... Ну, он был такой ключевой Потому что я как раз тогда удвоился У меня осталось 100 тысяч Вот, а больше как бы я сетов не ловил Ну, у меня даже и карманки-то не заходят Ну, а молва всем известно Распространяется быстро И где-то вот чем дальше отстала Дима Тем больше сетов ты поймал То есть, знаешь, как друг от друга скажут Уже 5-6 там, да Какие планы после РПТ вообще? И собираешься вернуться в Вегас? Или какие вообще? Ну, на самом деле Хотел поиграть в интернете Потому что в офлайне я уже играю, не знаю 3 месяца Ну, в принципе, сейчас уже набрал форму Я прям вижу сейчас по РПТ, как бы Ну, как все складывается Вот Но хочется поиграть Наверное, в сентябре сыграю в Куб Вот Ну, а потом, может быть, посмотрим Как там серия Ну, какие-нибудь офлайн Ну, как по настроению Как карта ляжет Вот так вот Ну, то есть, я не знаю Как настроение будет Может, куда-нибудь поедем А если нет Ну, то нет Самый лучший вариант Так спонтанно консерваться То есть, по настроению Ну, ты мне уже сказал, где Кевин Ну, скажи вот нашим зрителям Куда он уехал, пропал Ну, Кевин Собирался в Китай, на самом деле Но в Китай он не поехал Потом его звали сюда А он тоже сюда не приехал Он сейчас сидит и играет В Москве в интернете Так что, Кевин Я здесь отрываюсь А ты там Респект, Кевин Дим, спасибо большое Пойдем дальше После того, как игроки заканчивают игровой день Они собирают свои фишки в пакеты И силами менеджмента РПТ происходит жеребьевка на новый игровой день Закончится второй день главного турнира Самые стойкие игроки отправляются в кэш Кто-то попеть в караоке А мы, наверное, с Костей пойдем отдыхать Но прежде скажем вам о чип-лидерах Итак, второй день закончил чип-лидером Леша Ковальчук У него примерно 600 тысяч фишек Преследует Лешу Дима Башенятов У него примерно 500 тысяч фишек В игре осталось 36 игроков Всего в призах 27 И призовые выплаты начнутся завтра С вами были Костя и Руслан Это Джипсистим Дайжест Рашен Плакер Тур